Мы с Олегом Соскиным. Сегодня 7 июля на моем YouTube-канале Первом. Приветствую. Рассмотрим следующую череду событий. Вроде даже как-то и неожиданно, но в течение 4, 5, 6 и 7 июля вдруг произошли просто динамитные события в отношениях между Российской Федерацией, лично Путиным, и Казахстаном, лично Такаевым. В чем это выразилось? Вдруг Такаев заявил, поговорил с Мишелем, руководителем, одним из руководителей Европейского Союза, и говорит, что Казахстан готов всячески содействовать усилению стабильного снабжения Европейского Союза, энергоносителями, ну и прежде всего нефтью. И есть такие возможности у Казахстана, потому что у него есть прекрасная добыча нефти на том же Тенгизском родовище, которое оценивается в 3,2 миллиарда тонн, его мощность, которым владеет на 50% Шеврон, а на 25% Эксон Мобил американский. Ну и там увеличиваются мощности, новая программа на 45 миллиардов долларов, то есть просто все отлично. Более того, нефть с этого родовища может спокойно приходить в Европу, потому что есть транскаспийский такой нефтепровод, который выходит прямо в Новороссийске, в трубу, в терминал, в Черное море, ну и затем танкерами загружается эта нефть, и вперед туда, в Средиземное море и в европейские страны. И такой немаленький терминал на 67 миллионов тонн в год. Ну и как бы все возможности эти есть, потому что это все принадлежит вот этой корпорации совместной, Шеврон, Эксон и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг, как только он это заявил, российский суд там типа в Новороссийске взял и на 30 дней заблокировал данный терминал, сказал, что-то там какие-то есть нарушения, давно вам про это все мы говорили, типа, и поэтому работа терминала полностью остановлена, поэтому никакая нефть по нему отгружаться, идти не будет в течение месяца, а там неизвестно, что будет. То есть Путин сразу на это среагировал, но этого еще мало, и получилось так, что с 5 на 6 произошел вот взрыв, то есть с 4 он выступил, поговорил Такаев с Мишелем, затем остановился сразу 5 этот терминал нефтепровод, а дальше с 5 на 6 произошел взрыв на Тенгизе трубы, и так сказать, вообще это все как-то вышло на определенный период из строя. Ну понятно, что там это все полагодить, и все это будет доброе, но процесс пошел уже в такую динамитную сферу конкуренции, это называется динамитная конкуренция, вот это решение суда, теперь взрыв на трубопроводе, на самом этом погибло несколько человек, кстати, один там раненый на этом месторождении произошел, то есть серьезнейшее, по сути, вот такое, ну это катаклизм, техногенная катастрофа, а может и диверсия, это же такое дело, выясняются. Ну, Такаев, как говорится, в долгу не остался, и говорит, ну так тогда давайте готовить санкционный список, вот есть санкции против России, мы не можем от них тоже, мы должны их соблюдать, поэтому через нашу территорию мы ничего туда пропускать, российские товары туда-сюда не будем. А у россиян там очень сложная ситуация, у них там есть такая одна там, как бы ниточка в районе Омска, если ее там типа перерезать, то будет очень плохо им, очень плохо будет. Ну, и дальше, что заявил Такаев, дал поручение, говорит, ну что ж, время такое сложное, давайте, как говорится, будем искать новые пути поставки нефти, не через Россию. Ну, конечно, это еще более изменяет ситуацию. То есть, Такаев на Каспийском форуме на предложение Путина признать Лугандонские два анклава, ответил, что если всех признавать, так это он просто захлебнется, ничего не хватит, поэтому признавать не будем. Так он пошел еще дальше. Ну и мы ж помним, там Киасиан этот, Киасиан, нян, или как там, выступил, это муж этой, которая там, главная у Путина пропагандистка, да, обеспечивает координацию, Симонян. Вот, и теперь получается со всех сторон, получилось, что Такаев и Казахстан вдруг резко стали уходить от Путина. Им, более того, не просто уходить, потому что в сентябре же должен быть визит этого главного китайца в Казахстан, а теперь еще Казахстан решил и напрямую с Европейским Союзом работать. Вот, поэтому, то есть он начал субъективизацию, но, естественно, уже же ВДКБ не пойдет, тоже же в Украину, и помогать не будет, и оружие давать не будет, то есть вообще, как говорится, развод и девичья фамилия. Естественно, Путин вот такого расклада 100% не ожидал от предательства, тем более он же сам фактически с Лукашенко и возвел Такаева на трон, как наследника Назарбаева. И тут такая неблагодарность, да, то есть в декабре, январе, фактически, 20 декабря 2021-го, январь 2022-го года, собственно, это все произошло. В Петербурге, кстати, был тогда этот саммит СНГ, вот, и там они как бы все порешали, и уговорили Назарбаева, что он отдает это все под Такаева. Потом произошла эта спецоперация в начале января, введение тогда российского контингента и сила ДКБ, чтобы Такаев удержал свою власть. И вот это благодарил Такаев. Я говорил, высказывал тогда после Санкт-Петербургского это форума, что добром это для Такаева не закончится. И сейчас начнется дестабилизация регионов, там, где большинство составляет славянское население. Их достаточно много, этих регионов, где-то 40% в Казахстане, вся приграничная часть, плюс там, где космодром. То есть Казахстан, видимо, входит в зону турбулентности. Как это все будет выглядеть, мы не знаем, но, тем не менее, ситуация будет нагреваться. Так же, как в Узбекистане это все не закончилось. Ну и Таджикистан должен взорваться, и обязательно Туркменистан. Потому что уж больно Туркменистан, там вообще это просто зона такого спокойствия, она вообще не может долго продолжаться. Ну, то есть, логика о том, что Азия, следующая после Европы войны, должны там начаться в этих республиках Советского Союза, открытые военные столкновения. И Путину надо дестабилизировать в этой ситуации Казахстан. Тем более, у него ухудшается положение с нефтью, поскольку, ну вот этот же, как этот, знаете, было, говорит, такой был, такая, молва гласит, да, что Махно на одной железнодорожной станции, там он ее захватил, ну и там поднесли ему, так сказать, рюмашечку. Один тост сказали, а потом второй. Там затянулось, не сообразил сразу руководитель железнодорожной станции. И он взял и застрелил его. И говорит, между первой и второй рюмками и тостами даже пуля не должна успевать пролетать. Ну, это видно, вот как у Медведева. Но у него пуля пролетает, видно, не одна, а целые очереди. И вот он заявил, что будет вообще поднять, не имеется там, цена на нефть, там вообще какие-то безумные цифры называл. 400 долларов, что-то такое за баррель. Ну, так она взяла и рухнула. И сейчас бренд меньше уже 100 долларов, и идет низко, так летит в 90. А в этой еще ниже. Ну, естественно, что россияне торгуют свою нефть с дисконтом 30-35% для Индии и Китая. И, естественно, что если чем падает ниже бренд и ВТИ, а ВТИ аналог УРОЛСа, ценообразования российского. Поэтому, если ВТИ, например, будет 90, а минус 30%, это получается где-то 60 долларов, не больше, может меньше даже, должен УРОЛС продаваться Индии и Китаю. И надо сказать, что Индия и Китай, они хорошо на этой Путине и Москве зарабатывают, и свои проблемы закрывают, благодаря Украине. Вот война, то есть кровь украинцев течет, а на этом наживается Индия и Китай. Вот Зеленский, там Кулеба и прочие, Шмигали. Что получается? Вот я вам такую цифру приведу, что за три месяца, март, апрель и май, Китай потратил 18,9 миллиардов долларов американских на российскую нефть, газ и украину. Можете представить? А Индия за этот же период заплатила России 5,1 миллиардов долларов. В пять раз больше, чем за этот же период в прошлом году. А Китай заплатил, значит, на 24, Китай и Индия дали Путину на 24 миллиарда долларов вот этого денег, чтобы лучше он вел войну по убийствам украинского народа в Украине. То есть это финансирует эту войну против Украины значительной степени Индии и Китай. Китай так обнаглел, что потратил, фактически полностью забирает у них нефть, газ и уголь. И нефть, если брать там полностью, и трубы за это самое, загруженная труба, и эти самые танкеры. Представляете? Почти в два раза больше, вот он сейчас заплатил почти 19 миллиардов по сравнению с прошлым годом за этот же период. Вдумайтесь! То есть Китай и Индия, дополнительно Россия за три месяца от них получила плюс 13 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Вот вам, кто финансирует убийства украинцев на нашей территории, кто Россию Путина финансирует. Китай и Индия. Ну, они-то играются, у них там, это Китай весь затопленный, торнадо, там идут смерчи и так далее, там у них вообще там полный, как говорится, швах идет, климатический погодный Армагеддон. И в Индии то же самое, то засуха, то наводнение, а потери колоссальные. И колоссальные, и также у Китая, что еще может к зиме голодовка у них начаться. То есть, а были же экспортерами. Китай и Индия зерна было экспортером. Поэтому вот Бог Шельму метит, как говорится, и коммунистическую, и эту, и эту, как она у них, индуизм там у них, типа индуизм там сейчас у них, претендент на лидерство в консервативной партии Великобритании, он тоже исповедует индуизм. Вот он оттуда, там откуда-то, с этих территорий, так сказать. Вот вам, пожалуйста, дорогие мои. Поэтому фактически и Российская Федерация может уже открыто столкнуться с дефолтом. Тем более у Газпрома тоже наметился очень нехорошая ситуация. Он не может погасить 15 миллионов, вот этих своих обслуживаний Евробондов. Он же тоже там много долговых обязательств этот имеет Газпром. Поэтому у него тоже могут начаться серьезные проблемы. Так же, как у других корпораций Российской Федерации. Да тут еще же как бы у них Литва сказала, что она, если Европейский Союз начнет вот это выдрюкиваться, и чтобы снять санкции, то она будет использовать право ВЕТА, и санкций она никаких снимать не будет. Говорит, есть четвертый пакет, все должны действовать одинаково. А тут еще же, понимаете, вот этот министр экономики, вице-премьер, свободные демократы, они всегда были эти, это либералы, они всегда шлюхи. Он, значит, обратился туда, к руководству Канады, премьеру, там, Трюдо, чтобы типа отдали эту турбину Сименсу, чтобы начал действовать северный поток. То есть, предатель еще один оказался, понимаете, своя руба, 40 стыка нефтика для СЭБа. То есть, Германия, это предатели, это русские агенты, это все агенты Путина, так же, как и Меркель, и все остальные. И Шольц такой, Шольц просто очень хитрый, понимаете. Вот, поэтому, конечно, Германия, если, не дай бог, потеряем, конечно, Джонсона, то тогда фактически Германия и Франция, это вам совокупный де ладье, как когда сдали Чехословакию. Поэтому рассчитывать на Европейский Союз, на Европу, на их санкции, на членство, не членство, многочленство, это просто утопия Зеленский, глупость. И глупость. Есть только один вариант, я вам его называл, это надо делать совместные заводы по производству вот этих РСЗО и Гаубиц, далекобойных этих, на территории Чехии. Самое лучшее, туда это отправлять, делать совместные заводы. Вот, плохо, конечно, если Джонсон сдастся и уйдет с премьерства. Я все-таки считаю, что еще не вечер на 7 число, еще все может быть. И, конечно же, тогда будет плохо. Польша без Джонсона тоже не выдержит, то есть, фактически, это колоссальный уход. Джонсон это колоссальный удар для таких стран посткоммунистических, как Чехия, Польша, Словакия и три страны Балтии. Они останутся, фактически, без поддержки Великобритании. Потому что, оно смешно думать, что вот эти, которые придут, рудименты, гиены эти, что они будут проводить ту линию, которую проводил Джонсон, антимосковскую. Не будут они проводить. Это даже, даже не надейтесь. Даже не надейтесь. Это, это геополитика, геэкономика. Я понимаю, что, ну, это, как говорится, этим детям в песочнице это не объяснишь, но, тем не менее, может, хотя бы, что-то же там запомнят. Но я фиксирую свой прогноз, фиксирую, поэтому посмотрим, что будет. Чтобы потом же не вякали, что вы, что вас не предупреждали, Зеленский там и прочее. Вот такая ситуация складывается сегодня. То есть, подводим итоги. Казахстан, Такаев, выстраивается, уже начался прямой конфликт, причем, деминамитная конкуренция по поводу нефти, выстраивался, выстроился и начал войну против Путина. Это уже, Путин ему ответил, причем, конкретно ответил. Значит, Такаев ему ответил с санкциями, практически товары. То есть, он сейчас будет делать то же самое, что Литва делает. Товары через Казахстан ходить не будут. То есть, один пояс, один путь полетит в Тартарары. Так, это отлично будет. И все остальное тоже. Далее, далее мы должны говорить, что, конечно, Путин в долгу не останется и должен Казахстан дестабилизировать. Следующий момент. Главные спонсоры войны, одни из главных спонсоров войны сегодня Путина в Украине, геноцидной, против украинского народа, детей, женщин и пожилых людей и убийства наших военных, это Китай коммунистический и Индия. Индия. Вот это вы должны понимать. Это очень нехорошая тенденция. То есть, это предатели. Это натуральные предатели. Хотя Китай, как ядерная страна, должен, наоборот, быть гарантом. Еще раз говорю, Зеленский, Куйбеда и так далее. Выходите на Тайвань. Выходите на Тайвань, на Южную Корею. Это наши сегодня естественные союзники. Так, как и Япония, впрочем. Которая, кстати, занимает где-то, наверное, сейчас скажу точно, третье место в мире по ВВП. На минуточку. там стагнирует, стагнирует, но у нее в 2021 году ВВП больше 5 триллионов долларов. На минуточку. А у России в 2021 году при вот этих всех двойных счетах 1,8 триллиона. То есть, фактически это почти в 3 раза больше ВВП Японии годовой, чем России. Южная Корея тоже очень большой ВВП имеет. И вот поэтому я считаю, что это, конечно, колоссальный сегодня шанс для, будем прямо говорить, для Украины с точки зрения того, что Украина может получить очень серьезную так сказать поддержку в этом плане. И мне представляется, что здесь как мы должны как можно быстрее действовать, понимаете? Как можно быстрее действовать в этом, в этих всех системах. И Южная Корея имеет как раз все те необходимые нам военные средства, которыми мы можем аналоги Хаймерсов и других, которыми мы можем добить этого агрессора. Ну и последнее, конечно, надо быстрее атаковать. То есть, чем быстрее, единственное, то есть, если Зеленский, ты сейчас, вы не возьмете правобережную часть Херсонской области, Херсона, то, конечно, дела твои будут очень плохи. Очень плохи, потому что, ну, Путину как бы остается, сейчас уже известно, что готовится вот этот какой-то новый контингент, там уже из чего что было, там они собирают, вроде 85 тысяч в Нижнем Новгороде, вот, и они хотят перебросить туда, уже известно, в Беларусь, на этот аэродром, базу, и оттуда должна начаться атака, только никто не знает, куда она начнется. Они говорят, на Киев, на украинские города запада севера, но с таким же успехом они могут пойти по Сувалковскому коридору, или по треугольнику, это на Львов, на Луцк, Ковель, на Хелм, на Люблин, и на туда, на Сувалке, то есть, что хотите может быть, что хотите может быть, то есть, готовится вот эта армия новая, которая должна что-то совершить, поэтому надо быть готовым к любому развитию, и чтобы изменить баланс, необходимо немедленно брать Южную область и Херсон вернуть, если будет возвращен Херсон, тогда, естественно, прорыв на Крым со всеми вытекающими последствиями для Путина, ну, посмотрим, как будет, посмотрим, ситуация очень сложная, там эти вся Шушера, так сказать, эти экспертные, так сказать, отставных всех, там, типа полковников, подполковников и прочих, так сказать, детей лейтенанта Шмидта разных телеграм-каналов, они говорят, вот, так, это очень сложно, это не очень трудно, это же там город, это все, это непросто, надо готовиться, ну, короче, сопляжуйство всякое, ну, увидим, увидим, ждать-то недолго, но могу другое сказать, дорогие мои, в связи с, если произойдет сейчас конечная отставка Джонсона и Великобритания уйдет в союзников Украины, что я вам объяснял в своих нескольких видео, сейчас политеки тоже сделал видео, не знаю, поставят, они не поставят, вот, там я давал тоже очень классный анализ, еще до заявлений Джонсона, который ему под дулом пистолета заставляют делать, так вот, могу вам сказать, что не ждите, вот, сейчас выезжать стало опять больше, чем въезжать, не ждите, не ждите, уходите с востока, потому что бомбежки не прекратятся, особенно с Харькова уходите, потому что там тяжелейшая ситуация, ее решить можно только одним путем, надо наносить удары адекватные по соответствующим военно-промышленным объектам Белгорода, однозначно, в противном случае изменить ситуацию невозможно, сейчас они, видите, разрушили здание педагогического университета, то есть разрушен университет госуправления, еще ряд там коммунального местного управления, там столько разрушили уже университетов, теперь еще педагогического университет разрушили, то есть это мародеры, это просто тупые, поганные мародеры, каннибалы, поэтому, дорогие мои, не сидите, не ждите, не будьте подопытными кроликами, которых просто уничтожают в результате этих обстрелов, меняйте жизнь, ну что сделаешь, так сложилась ситуация, так сложилась ситуация, всем всего доброго, спасибо за поддержку канала, за мою поддержку, за отличные комментарии, за разные комментарии, все доброго, до новых встреч, ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Продолжение следует...